приветствую вас друзья с вами евгения тарой сайт маг эксперт орг и сегодня я хочу сделать обзор своей новой колоды эта колода от издательства анг называется она таро 78 волшебников вот такая у нее коробочка и обычно колоды от этого издательства меня радуют своим качеством и своей ценой разумеется потому что колоды у этого издательства это реплики и они достаточно доступные по цене в отличие от оригинала и бывает даже так что по качеству лучше как ни странно так давайте посмотрим что у нас тут в содержании самой мбк так описание самой колоды почему 78 волшебников дальше идет инструмент мага это карты таро и краткое значение каждого аркана ну давайте я прочитаю значение дурака бессознательные действия растерянность инфантильность доверчивость отсутствие сдерживающих тормозов да есть такое капризы неординарность потеря аргументации неуправляемость ну в общем то да ключевые значения этой карты переданы здесь неплохо давайте еще карту солнца зачитаю истина ясность практичность поиск сути вещей солнечная магия как интересно снятие масок разумность мужественность уверенность в себе законность исследования правилам отсутствие сомнений хорошая интерпретация так а давайте что-нибудь из младших арканов например шестерку кубков зачитаем так это игра это забава временность смена и связь поколений обязательства и отношения между старшими и младшими между преподавателями и учениками то есть интересная у нас здесь довольно таки интерпретация особенно про учеников учителей необычно так давайте из динарии в восьмерку прочитаем это этап направленной направленная на общий результат работа обязанность необходимые на будущее практические знания отличная интерпретация очень короткая но очень емкая и правдивая достаточно так а что у нас здесь про двойку жезлов пишут волшебные палочки здесь называется это масть это амбиции это желание идти еще дальше чтобы создать то что никогда еще не было чего никогда еще не было готовность следовать за мечтой притворяя в жизнь свои идеи и желания интересно и заколдованные мечи тоже давайте двоечку прочитаем выбор отсутствие паники трудный но правильный выбор умение видеть опасность за спиной и знание лицом или задом к ней повернуться интересно тоже так ну и может быть здесь есть какой-нибудь расклад да есть расклады один из них называется северный ветер второй восточный ветер третий южный ветер или это просто ага нет это один расклад это один расклад на самом деле состоящий из четырех карт из четырех позиций называется роза ветров и вот первая позиция это северный ветер вторая позиция восточный ветер третья позиция южный ветер и четвертая позиция западный ветер очень интересно тоже думаю что мы с вами этот расклад попробуем сделать так и сама колода карта давайте открывать первая карта как всегда рекламная она без рубашечки поэтому вряд ли ее можно использовать как белую карту но тем не менее она прилагается колоде и дальше сами карты и уже я привыкла к тому что порядок у этого издательства идет стуза кубков вот такой у нас здесь туз кубков как я и говорила карты очень похожи по своему стилю на таро галерея вы сейчас можете в этом убедиться это вот двойка кубков и здесь очень оригинальное изображение потому что обычно на двойке кубков изображают мужчину и женщину а здесь женщина смотрящая на себя в зеркало довольно много обнаженных тел как я погляжу вот тройка кубков в виде трех обнаженных девушек четверка кубков девушка верхом на волке необычное видите не стандартное не классическое изображение ситуационных карт пятерка кубка в виде такого мальчика ученика юного волшебника который читал читал книжки видимо ничего не понял и как-то вот так задумался задумался а вот шестерка кубков как раз таки уже старый волшебник видимо отчитывает теперь этого мальчика за невыученный урок очень интересно семерка кубка в виде такой грустной надувшей губки девочки вокруг которой семь гномов да и гномы явно какие-то такие недобрые так восьмерка кубков ну здесь уже такой взрослый маг тоже тоже карпит над учебниками что-то там видимо ищет какой-то рецепт какой-то ритуал девятка кубка в виде таких девушек обнаженных которые тоже изучают какую-то магическую книгу десятка кубков на десятке кубков просто изображен ангел ангел в таком немножко грустном настроении взявшийся за голову и видимо думает боже боже люди люди что же вы творите да но это так моя фантазия дальше у нас идет паш кубков паш кубков такой вот тоже молодой волшебник который видимо получил некий эликсир и держит его в своей чаше рыцарь кубка в виде мужчины который мчится верхом на филине о дама кубков смотрите какая красотка очень красивая карта и король кубков тоже хорош хорош такой вот мужчина в красных одеяниях и тоже с кубком и с эликсиром внутри этого кубка карта которая у нас называется туз пентаклей и на ней изображен конечно пентакль но внизу а главный герой здесь вот такой вот седовласый бородатый мужчина с уроборосом интересно это двойка пентаклей в виде девушки у которой на заднем плане большой кубок с зельем один кубок она уже выпила вот вот ради этой карты я и взяла эту колоду тройка пентаклей здесь у нас процесс 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 по полной идет уже бурлит и кипит в этом чане какое-то волшебное зелье такой вот алхимик который явно что-то там химичит и производит видимо какой-то чудодейственный эликсир или какое-то волшебное зелье четверка пентаклей тоже очень интересно в виде маленькой девочки в платье и в руках у нее череп за спиной у нее на ветках сидят филины и совы пятерка пентаклей в виде связанной девушки которая вот как жертва выступает неожиданный поворот конечно для пятерки пентаклей но сама колода она не классическая шестерка пентаклей в виде девочки которой нужно поцеловать жабу эта карта мне напомнила вот это самое выражение если хочешь найти принца придется перецеловать кучу жаб на семерка пентаклей ну вот такая красивая дама вокруг которой кошки и коты кошек и котов я обожаю так восьмерка восьмерка пентаклей в виде молодого человека ученика который рисует мандалу на полу видимо начитавшись каких-то волшебных книг о магии и может быть просто рисует пентакль магический пентакль ну и над ним висят под потолком летучие мыши девятка пентаклей ну девятка пентаклей здесь более-менее классическая потому что изображает девушку молодую рядом с которой сидит ворона то есть птичка присутствует и девушка явно не из бедного сословия ух какая десятка пентаклей здесь интересная смотрите-ка такой опять же маг седовласый на мерлина похож и за ним видимо так умеет колдовать что за ним все что хотите и голодные духи и животные тотемы и все что угодно так это у нас паш пентаклей с руной точнее с двумя рунами в руках это оригинальный подход изобразить руны на картах таро наверняка при выпадении этой карты нам будет подсказка что надо посмотреть вопросы с помощью рун или применить руническую магию но как вариант так рыцарь пентаклей ну на единороге летит рыцарь пентаклей дама пентаклей ну красивая девушка в синем платье с пентаклем в руках о какой красивый тоже у нас здесь король пентаклей очень интересный очень колоритный так теперь пошли жезлы волшебные палочки это у нас туз жезлов это двойка жезлов тройка жезлов интересный подход смотрите девушка у нее из головы вместо волос растут деревья четверка жезлов просто девушка изображена вокруг нее четыре эльфа наверное да мальчики с крылышками так пятерка пентаклей борьба борьба кентавров здесь изображена кто кого шестерка жезлов интересная карта здесь у нас полет ведьмы на метле шестерка жезлов классно мне понравилось семерка жезлов на семерке жезлов летучие мыши на заднем плане а на переднем плане то ли девушка то ли молодой человек непонятно если честно с песочными часами тигель тигель алюлю я бы так сказала в эту карту так это у нас восьмерка жезлов ну восьмерка жезлов здесь конечно маг такой изображен который силой мысли силой воли направляет эти жезлы ну наверное куда-то цели так девятка жезлов ну на девятке жезлов буратино изображен то есть молодой волшебник который полил почему-то себя может быть так сложилось руки кривые облил себя каким-то зельем и теперь его ноги превращаются в дерево так десятка жезлов ну девушка чем-то явно напугана а вокруг нее совы филины дальше у нас паш жезлов очень красивый паш кстати говоря очень красивый рыцарь жезлов здесь на драконе летит дама жезлов вот такая и король жезлов дальше у нас масть мечей это туз мечей я не очень люблю когда на тузах изображают людей но поскольку здесь не классическая колода это простительно двойка мечей о тройка мечей мне здесь нравится явно человек сделав ритуал получил совсем не тот результат на который рассчитывал теперь вот как бы да сил было потрачено немало и сколько жертв пришлось принести принести ради этого ритуала и все тщетно и все зря результат все равно не тот да а видно четверка мечей здесь просто мальчик плачет пятерка мечей ох какая силище бумага шестерка мечей ну здесь молитва или какой-то заговор изображен и мы видим уже реализацию семерка мечей в виде змей и черепов а здесь у нас метуза горгона изображена интересно тоже интересно достаточно ну восьмерка мечей видите классическая но в виде девушки которую обвил плющ она привязана к дереву девятка мечей ну здесь нападение какого-то гигантского жука на человека вот десятка мечей вот десятка мечей тоже классическая но здесь еще пока что первый меч должен вонзиться в грудь девушки ну отчасти классическая конечно не совсем так паш мечей вот такой вот рыцарь мечей рыцарь мечей летящий на орле или на горуде дама мечей у дамы мечей на мече уже какая-то жертва казнить нельзя помиловать и король мечей такой строгий мужчина ну короли здесь на самом деле почему-то похожи друг на друга и наконец таки мы переходим к старшим арканам старшие арканы здесь на мой взгляд как-то отличаются от младших я даже когда рассматривала галереи этой колоды думала что это две разные колоды но на самом деле это одна колода просто вот либо разные художники поработали либо художник один и тот же но немножко в разных стилях изобразил старшие и младшие арканы так это у нас шут ну вот видите дурачок взялся за магические книги одному богу известно что из этого получится так это маг жрица императрица сердцем в руках и почему-то жаба на переднем плане это император такой почему-то на Ивана Грозного мне похожий это жрец или папа влюбленные тоже довольно интересная карта обнаженная девушка у ног молодого рыцаря колесница ну тоже молодая ведьма обнаженная летит на карете которая запряжена орлом так это у нас правосудие есть и весы и меч но девушка держит в руках монеты отшельник колесо фортуны вот эта карта мне понравилось колесо фортуны очень интересная а это карта сила здесь мужчина сражается с каким-то драконом повешенный что характерно на повешенном изображены еще и летучие мыши которые тоже висят вверх ногами карта смерть ну здесь вот такая вот классика в виде смерти с косой и песочными часами в руках и еще вокруг нее черепа 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 умеренность в умеренности просто девушка поливает из сосуда цветочки ну дьявол да здесь в виде дьявола изображен бахус очень правильно кстати башня в виде крепости звезды ну здесь написано звезды ну на самом деле карта называется звезда и звезда здесь действительно одна хотя есть еще звезды у девушки на платье это луна это солнце лунная магия солнечная магия это карта суд птица феникс изображена да тоже правильно ну и наконец карта мир ну вот друзья мои такая красивая колода оригинальная колода магическая в какой-то степени связанная с колдовством с магией с ритуалами я думаю будет интересно поработать с этой колодой карт ну что ж на этом я свой обзор буду заканчивать пишите в комментариях понравилась вам эта колода или нет есть ли она в вашей коллекции работали ли вы с этой колодой ну и как вам она в работе непосредственно а на этом все не прощаюсь встретимся в следующем видео сюжете а пока пока всем чао как вы ее вы 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 Субтитры создавал DimaTorzok